Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Founders Fortune. Мы с вами остановились на том, что у нас появился третий человечек, а именно Ивонна, которая, ну, довольно спорный персонаж на самом деле. Она уже успела на земле даже поспать, получив кошмарный сон. Ну, что ж поделать. Получить спальню. Получишь ты сейчас спальню, не переживай. У нас тут немножечко постройки еще. Дороги нужно доделать по мелочи, придачу исследований, но единственное, что, слава богу, нам должно хватать еды. Мне показалось? Да, мне показалось, что у нас есть еще одна скорость. Такс, в итоге, запас еды вроде бы как должно хватить. Урожай, естественно, нам никакой ждать не стоит. Единственное, что меня теперь смущает, хлопок у нас есть. Хлопок есть, добейте 10 кристаллов. Нам 10 надо было. Да, нам 10 кристаллов нужны были для портяжного дела. Ивоночка, пока что гуляй. Костя, ты взялся за дерево, красавчик. Так, Ивоночка пусть долбит. Единственное, что мы, в принципе, ей можем по Шурику спальни кинуть. А, так у нее уже есть кровать. Подождите. У нее уже есть кровать. В чем же проблема? Завладеть. Все. Кровать сразу меняет цвет, как только у нее появляется владелец. Это очень хорошо. Она решила пойти долбить камень. Ты же еще не додолбила кристаллы. Ты что? Долби себе спокойненько. Сейчас мы пока что, чтобы наша женщина не бездельничала. Мы ей дадим немножечко работеночки. Так, проложи здесь дорогу. У нас сюда, получается, приплывают товарищи. Давайте сюда еще проведем вот такую двойную тропинку. Я понимаю, что достаточно затратно, но чисто, чтобы всем пошишно было. Пока мы деревня, пока мы деревня, мы можем себе это позволить. Ты себе ногу покоцал? А, она у нас же это, вечно хромая. Так, и здесь нам нужно, кстати, доставить немножко мебели. Совсем чуть-чуть. Правда, древесины. Надеюсь, что хватит. Мне так ставить, наверное, не стоит. Этот заберем. Где у нас стульчик? Стульчик 8, 5. Ну, в принципе... Они все равно красоту один имеют, поэтому... Не жарко, не холодно. И сюда еще стульчики организовать. И будет вообще супер. Ты там потей, дорогуша. Тебе надо добывать, добывать и еще раз добывать. Красавчик. Потому что застройка у нас дикая. У меня показалось, или она сырое есть? Она вообще два раза поела. Начнем с этого. Это тоже не очень хорошо. Тыц-тыц. Тут-туц. Замечательно. Это доделаешь и дойдешь до стульев. Так, хлопок у нас далее не растет, да? У нас здесь не растет, общим счетом, ничего. И плодовые деревья тоже у нас не растут. Поэтому, наверное, если придет четвертый человек, мы особо не будем торопиться добавлять его к нам в тему, так сказать. Это может плохо сказаться. Так, шкаф с лечебными зельями в колонии. А, то есть у тебя одно желание таки выполнено, да? Йоп. Ага, награды 10 очков. Давайте смотреть, что у нас у Амелии. Моментальное восстановление здоровья 20. А, 2 очка. Исцеление болезни 2 очка. Повышение мотивации 1 очко. Удалить негативную черту 1 очко. Так, и мы можем добавить. Очки 1 у меня, да, получается? Любимую еду можем добавить и добавить убийцу. Но что-то как не очень. Что-то как-то не очень. Повышение мотивации. Что подразумевает под собой вообще? Удаление негативной черты. Так, тебе не надо, Костя. У тебя что? Тоже 1 очко, да? Ага, ага, ага. Тоже можем добавить убийцу и любимую еду. Бессонница удалить 2 очка стоит. Ну, короче, пусть продолжают, собственно, свои желания выполнять. Я только не понял, что ему зарплаты делать. Так, сражения у нас отсутствует. Зарплата монет в день. Но у меня же нет монет совсем, да? Да. Но вот если мы ему дадим достойную зарплату, он будет счастлив. Достигнуть второго уровня в профессии дровосек. Ну, со временем он ее достигнет обязательно. Так, у тебя что? Отдыхать. Так, вы можете сказать своим колонитам, что они собираются исполнять их мечту, они будут расстроены, но выберут себе другую. Я не совсем понимаю, что подразумевается под отдыхать. Ты фактически спишь, как бы, и отдыхаешь, не? Или я не прав? Или тебе отдыхать именно... Добавить заказ? Любоваться огнем. Я сомневаюсь, что любоваться огнем подойдет как параметр отдыха, но... В принципе... А пробовать можно будет. А пробовать во всяком случае можно будет. Ты там еще и дорогу не доделал вообще-то. Обязан напомнить. И сейчас исследованиями пойдешь заниматься. Ну, я очень сильно надеюсь, что еды нам действительно хватит. Иначе мы с вами в попадосе. Так, стулья сделала. Последнюю тропинку давай доглепай. И заниматься кристаллами. Такс. Снег перестал эти словки, господи. Так, с этим разобрались. Хорошо. Кристаллы сейчас еще наперед добудутся. Тем более она по 2 единицы добывает. Вопросов быть не должно. У тебя что было? Разместить медицинский шкафчик. Я его разве не размещал? Оказывается, таки нет. Хочешь, я у тебя дома его поставлю. Пока что, во всяком случае. Пока что он может у тебя дома встать вообще запросто. Так, где у нас декорации? Работа. А он у нас закрыт, да? Основу медицины требуется. Но, погодите. Сначала протяжное дело возьмем, а потом уже... А где у нас вообще основу медицины? Мебель, архитектура. Основу медицины у нас вообще в сраке. Еще и требует какой-то дополнительный ресурс. И мне не указывает, что за ресурс. Это вот это, по-моему, да? Свитки. Древние секреты написаны на этих свитках. Опытные ученые могут открыть технологию внимательно изучая их текст. Ясно. Больно. Немножко больно, но, в принципе, нормально. Жить можно. Так, что у нас дальше по развитию? Дома мы дальше, наверное, по берегу будем ставить. На всяк пожарный. Надо вообще посмотреть, как выглядят базы у наших предположительных врагов. Где вы? Ну, у них все как-то, как-то... Нахлобучено, в общем, все друг на друга. Не очень хорошо выглядит. С них пример брать точно не будем. Не годятся они нам в примеры. Этот пенечки выкорчевывает. Давай, пенечки нам еще пригодятся. Нам, по идее, скоро еще один дом придется строить. Ладно, посмотрим. Так, довольна жизнью в колонии. Ожидает большего от колонии. Мигрант на все. Приходите. Что, что, что ты еще ожидаешь? А, удовлетворенность жизнью. Желание должно быть выполнено. Еще одно желание. Давай отменим это. Получать зарплату не менее 5 монет. У тебя одно желание хуже другого. Мечта не сбылась, минус 15 настроить. Как бы тебе так, женщина, сказать, что у нас это желание тоже не особо подходит? Честно скажу, не особо котирую твое это желание. Можем еще раз сбросить, но она, наверное, с ума сходить начнет. Я просто не знаю, насколько здесь опасны сдвиги психологические, но мне кажется, что опасны. Поэтому не уверен. Давайте подождем, пусть у нее это спадет. Ну, все, я на тебя обиделась. Окей, уныние. Так, в чем проявляется твое уныние? Оно ни в чем. А, перестает выполнять наши приказы. Хм. Интересно работает у вас уныние, мадам. Что по исследованию? Все, последний кристалл. А, блин, спать пошла. Не доделала последний кристалл. Жалько, жалько. Так, у тебя очков, получается, нет вообще, но у тебя есть. Хромая, хромая за четыре очка убирается. Ёбаресеты. Кстати, то, что на обжор еще можно у нас сказаться, мягко говоря. Но это уже совсем другая история. Так, главное, что наши Амелия и Константин себя нормально чувствуют. Это самое важное. Достигнуть второго уровня. Ну, тебе просто долбить надо. Долби, 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 и ты достигнешь второго уровня. Ммм, уровень готовенности с жизнью есть. Вот с отдыхом непонятно. Так, три гоблины атакуют. Тики гоблины, точнее. Были замечены возле вашего поселения. Они быстрее, кажется, пришли не с миром. Вооружить колодинство, чтобы они могли защитить свой дом. Есть такая маленькая проблемка. Мы вооружены исключительно... Как она называется? Инструментами. Я их, правда, не вижу. Меня обманули? А, вот он один идет. Вот. Так, давайте на нейтральную территорию. Иди сюда. Идите сюда всей толпой. Я не знаю, как вы ему наваливать будете, не будете. Блях, еще снег пошел. Так, давайте в перехват. Так, он нас заметил. У нас есть какая-то возможность прочесть его параметры? К сожалению, нет, но он вроде бы с голыми руками и с отвратительной некрасивой маской. Сражаться, убить. А какая между этим разница? Ну, давайте сражаться. Так, мы урон по чуть-чуть получаем. Месите его. А я не могу увидеть, если он получает урон или нет. Найс! Мечта сбылась у обеих. Это было вовремя. Это было почти что вовремя. Ты можешь его убить. Но у нас других функционалов с ним нет. Убей его. Уничтожь. Я в тебя верю. Не. Не. Я надеюсь, там за нами не выехали сейчас. Еще целая толпа. Самое вот обидное, я не могу посмотреть его параметры. Так, Амелия, ты вообще-то не стой, лицом не щелкай. Хорошо? Иди уже технологию до конца доведи. Так, ты его убил. Похоронить мы его теперь сможешь. Сейчас мы еще врагов хоронили. Дожились. Так, ну главное, что задание выполнено. Соответственно, должен быть... Ну в смысле же твое желание выполнено одно уже. Размести стул в своем доме. Тебе не хватает стула в доме? Ты серьезно? Не, ну такие желания я с удовольствием выполнять буду. Вообще на ези, серьезно. Вообще без проблем. Сейчас вот сюда, в уголочек. Вот так поставлю. Чтоб если что, там будет столик небольшой. А у нас есть вообще небольшой столик? Так, хелпани по шурику. Так, как передвигаться в мебель в другие объекты? Окей. Так, есть. И иди за кристаллы. О, все. Жить можно. Жить можно. Стул у тебя появился. Все, она теперь довольна. Да. Она теперь довольна. Первое очко она получила. Я, правда, не знаю, в смысле удалить негативные черты. Одно очко. Что-то мне это не нравится. Подстава какая-то. Подстава. Просто подстава. Ладно. Пока пусть висит. Пока пусть висит. Но мы на ней, наверное, и проверим как раз. Шпоньк. Красава. Так, одежда начинающего врача, фермера, дровосека, шахтера, бла-бла-бла. Нам нужна мастерская портного. Я понимаю, что у нас сейчас ни хлопка ни хера нет, но на будущее у нас будет заготовочка. Так, работа. Мастерская портного. Сурок хлопка требует чисто для постройки. Уф, собака. Так, что у вас еще по желаниям? Зачем тебе стол личный? Я понять не могу. Ты у нас работяга слишком или что? Так, натуральный деревянный столик. Вот такой столик есть. Красота 4. Подойдет? Что-то мешает постройке. Там ничего не мешает постройке. Не ври мне. Ох, ни хера он огромный. Странно. Очень-очень странно. Кстати, я могу ставить, а потом удалять. Но, правда, ресурсы мне никто вроде не вернет. Но это уже совсем другая история. Давай, у тебя будет личный столик. Да, блях, он из-за стен не ставится. Хочешь, я тебе такой херню? Ну, блин, она слишком большая. Каменный стол слишком дорогой выходит. Вот этот, по сути, самый дешевый. Но это низкий стол числится. Это как обычный. Ну, окей, давай тебе обычный поставим. Да и все, чтоб ты мне мозг не выедала. Поставим, будет тебе счастье. Вот так. Будешь довольна? Уверен, что да. Главное, чтоб Амелия взялась. Все, Амелия погнала. Товарищ древесину долбит. Ммм, его трупик начал вонять. Ты от этого ничего не минусуется у тебя? Вроде нет. Но, надеюсь, что он типа испарится, короче. Что нам не придется с ним возиться. Но у нас теперь есть шанс, что к нам приедут, да. Все довольны жизнью. Единственное, что меня смущает, у Кости хп не фуловое. Нужно выбрать исследование. Сейчас мы выберем вонсек. Сколько у нас кристаллов? Кристалл уже 27. Садоводство. Изгородь, изгородь. Куст, куст. Конный ящик. Деревянный забор. Вооружение давайте возьмем, раз на нас уже начали нападать. Нам бы этот вопросик побыстрее закрыть. Так, иди сюда. Колупай, кристалл дальше. Пока, колупай, дальше. Нам вообще по-хорошему здесь надо будет, наверное, убрать и расширить кухню. Она вмещает сейчас только четырех людей. Это как бы скоро станет нашей границей. Что не есть хорошо. Так, чтобы восстановить здоровый колонизм, нужно поспать или использовать лечебное зелье. Ну, поспишь, короче. Мы на экономном варианте сейчас. Так, что поспать будет самой оптимальной штукой. Чего от него так вздонет? Товарищ, вы воняете. Будет смешно, если Константин чем-то заболеет из-за того, что все время забывал древесину возле трупа. Но, надеюсь, этого не случится. Искренне хотелось бы в это верить. Так, столик мы тебе поставили. Ты у нас кайфуешь по полной. Разместите место для хранения оружия в своем доме. Подожди, это мы сейчас исследуем. Будет у тебя хранение оружия у тебя в доме. Все будет. Не торопись. Главное, не торопись. Добывай дальше себе спокойненько кристаллы. Костя сейчас храпачка даст. Все как надо. Ты, кстати, закончила? А, она пошла есть и все, да? И сейчас пойдет спать. Выносливости нет. О, опять музыка иска плюшит. Внезапно, внезапно. Ладно, отдыхайте. Сколько уже? Ползимы прошло, лол. А у нас еще 78 еды осталось. Найс. Найс, найс, найс. Единственное что, нам сажать особо ничего, да? У нас, по-моему... А, нет, было, 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 было. Да. С весны до лета мы можем везде высадить помидоры. Ну, бляха. Знаете, чего не хватает? Чтобы они менялись, типа. Да, здесь что-то мешает, потому что здесь у нас картоха стоит. А картоха у нас только с лета растет. Ну, короче, проведем эксперимент. Возможно, придется все удалять, потом ставить по-новую, все удалять, ставить по-новую. Ну, короче. Скорее всего, будет это извращенство. Или заранее сразу просчитать количество полей там на картоху, количество полей на помидоры и... и все. И не морочиться с этим. Так, пошла исследовать дальше. Кристаллы долби нон-стоп. Древесины 168. В принципе, мы готовы уже встретить нового человечка. По-хорошему. По-хорошему готовы. Так, витрина с оружием, стойка для оружия, инструменты. Деревянный сундук, деревянный шкаф. Кстати, шкаф красоту дает. Очень даже годную. Комоды еще по 4 дают в придачу. Но это мы будем, когда уже улучшать, скажем так, их жилые дома. Но это будет чуточку позже. Пока занимайтесь своими делами. А, здесь нам нужен был хлопок. Сейчас я еще раз проверю. Да, хлопку срака. Про хлопок можем забыть. Во всяком случае, до весны. А сколько здесь народу? Здесь вообще кто-то шастает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Точно шесть есть. Ну да. Их мы пока точно никак не осилим. Ну, в принципе, мы одного достаточно просто задолбили. Так, это что, железо? Да, это железо. Здесь где-то маленькая еще деревушка. Здесь двое остались. Я так понимаю, что он отсюда к нам шел. Ну, двое как бы уже не такая большая проблема. В принципе, двоих, мне кажется, мы вольнем. Но, опять же, лучше оружие взять. Потому что, мне кажется, топорами и кирками месить как-то на такая себе затея. Сейчас оружие подкачаем, будет найс. Я, правда, хотел бы, чтобы там сразу хотя бы какой-нибудь железный меч был. А не деревянная херня. Но посмотрим. Посмотрим. Хлопа, кстати, остался в небольшом количестве. Я могу здесь факелы пойти и доставить. Но мне никто за это спасибо не скажет. Если я тут буду... Так, прибыли мигранты. Смотреть, кто у нас здесь. Так, Ивона. Ивона, иди сюда. Так, что у нас здесь? Общаться, обнять, сражаться, принять, отказаться. Давайте общаться. Пообщайся с ним. Это же он. Ну, видимо, с усами, значит, он. Хотя, всякое может быть. Как у вас, общение норм пошло? Я не могу просто посмотреть, какие у нее есть эти... Бафы-де-бафы. Не можешь пройти к шкафу? Мм? Так, окно уже доступное, в принципе, что-то это. Так, Ивона довольна общением. Хорошо. Да, я не смогу получить инфу, но если на кораблик... Просто корабль мигранта, окей. Давай принять. Семен, здорово, Сема. Шо, шо такое? Ты кто такой? Новая колодия, приятный разговор. Угу. Аллергия на помидор. Любимая еда, фруктовый салат. Еще и обзора. Ой, короче, сложно с ним будет. Явно будет сложно. В чем ты хорош? Он врач. Врач ты не врач, товарищ. Но у нас есть другие задачи, с которыми надо будет работать. Скорее всего, ты станешь профессиональным ученым. Так, ну твой домик уже будет чуточку дальше от всех. Например, вот здесь сбоку мы тебя сейчас оборудуем. Оборудуем, будешь здесь жить. Возможно, кстати, мы даже переместим тебя сюда. Исследовательский стол тебе еще переставить. А его, ну, перейдем сюда, ближе к кристаллам, которые она так любит подолбить. Так, ладно, поехали. Поехали, поехали. Полы обычные, деревянные. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас здесь заборчик места есть. Не так много, как хотелось бы. Ну, давайте две клетки отступ сделаем. Так, это у нас 5 на 5. Правильно? Правильно. Так, укрепление нас не интересует. Стены. Так, дверцы у нас дальше будут, вроде бы как. Хотя они особо не разнятся, на самом деле. Ну, как разнятся, но разница очень смешная. Так, оставляем или нет, подождите. Или может проход поставить здесь, здесь сделать еще поля. Сейчас я подумаю. Нет, давайте все-таки здесь. Тогда я тропинку доведу вот так до центра. А вот здесь, возможно, еще и поля впихнем. Ну, короче, посмотрим, как пойдет. Так, окна, естественно, на море. Куда же без этого? Столбы нам не нужны. Это нам не надо, это нам не надо. В принципе, приступайте. Мечта сбылась. Красавчик, а о чем ты мечтал там вообще? Я не успел увидеть. Получить спальню. Ее ты получишь. Иметь место для сна. Она спит внутри. И желание уровень поднять. Она опять не может дойти до еды? Съесть еду? Стоит верещит, что не может дойти до еды. Взяла, дошла и взяла еду. Ну, шшшш. Где логика, женщина? Верни ее, пожалуйста. Без нее прям очень-очень сложно. Я понимаю, что эту херню надо переставить. Но я боюсь, что мы потеряем еду, если ее переставлю. Ну, ладно, проверим. Так, что я хотел? Кровать, 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 кровать. 20 хлопка, чувак. Ну, блин, тут беда, короче. Придется пока что тебе сделать спальничек. Потом мы, если что, это исправим, Сема. Так что не серчай особо на нас. Мы все в будущем сделаем. Кстати, у тебя скилл пассивно растет или нет? Может, меня еще интересует. Нет, скилл пассивно у нее не растет. Ясно, понятно. Пока что всем у нас на кухне ночует. Но это так. Мелочь. Это мелочь. Отсюда мы потом, если что, перенесем этот. И здесь влезет еще один стол. Ну, в общем, на 6 человек у нас пока что кухня расчет есть. Пока. Будущее может быть хуже. Ты, кстати, что сидишь? Иди строй, раз все равно делать нихер. Иди спокойненько строй. У нас древесины, запас как раз есть. Все для тебя, моря и океаны. Давай, давай, давай. Тут, тут, тут. Так, замечательно. У нас следующее. А, у нас исследование не добито. Сейчас, пусть она пока строит. Ты иди сюда. Добей последний кристалл. У нас вооружение будет как раз. Ты-ка-ты-ка-тык. Красавчик. Деревянные мечи. Как бы это грустно ни было. Но это правда, с которой нам жить. Так, давайте я сразу сюда напихаю все остальное. Все остальное это у нас штоп. В принципе, тебе никакое вооружение, одежда пока не нужна. Но. Но-но-но-но-но. Мы тебе немножечко декора набросаем. Чтоб ты не чувствовал себя обделенным. Хочешь, даже разного набросаем. Вот таких-таких цветочков. Кайфуй. Да, у нас там тоже цветочки, окна. Все чисто по красоте. Забирай. Нужно выбрать еще одно исследование. Так, садоводство, архитектура, кирпичная кладка, декорация. Полив. Деревянный корлодец и лейка. Ну, тогда точно надо с удовольствием брать. Тут по-другому вопрос не решить. Сколько еще стоит этот столик для исследования? Я его тебе в комнату перенесу. Или все-таки... В принципе, похер, где кто ночует, короче. Не будем в этой дебри лезть. Вот здесь еще возле окошка. Вот так, может, прямо напротив окошка. Что-то мешает. Что-то мешает. Видимо, возле окошка прям нельзя. Жаль, было бы красиво. Это последний день зимы. Да? Что-то мне так не кажется. Тут как будто еще дня два-три. Ну ладно. Ваше дело, ваше дело. Так, давай, доделай ему эту херню, все. Сема, мои поздравления. У тебя есть спальник. Мечта еще и Амали избылась. А, она отдохнуть легла, что ли? Лол. Как ты? Что? Ну ладно. Легла и легла, слава богу. Так, тропинку только еще проложим. Тропиночку нам нужно отсюда. Самый центр. И вот так. Во! Вот так красота. Здесь будем потом отходить. Здесь будут еще дома. Так, замечательно. Ты доволен? Можешь заниматься исследованием нон-стоп. Все. Красавчик. Ты долби здесь, долби здесь, где наш дрово сегдился. Константин. У нас, кстати, 200 древесины, с лучшим не максимум. Нет, все нормально. Пусть долбит до посинения. Сейчас мы дождемся уже весны. И начнем себя чувствовать, скорее всего, гораздо лучше, чем было до этого. Единственное, что я, наверное, наперед помидоров накидаю. Правда, тот же челик помидоров жрать не будет. И я не могу выставлять приоритет еды, которую нужно жрать. Вот еще в чем нюанс. Все. Это я на будущее перебдел, так сказать. Нормально. С четырьмя людьми уже можно жить, слушайте. С четырьмя людьми уже можно жить. Уже повеселее. Деревушка уже действительно становится деревушкой. Правда, поля у нас рандомно засраны. Но это опять же временное явление. Не принимайте этого внимания. Сейчас весна придет. Хлопок намутим. Все будет по красоте. Вообще было бы круто сажать хлопок. Но мне кажется, эту возможность нам никто не даст. Мне показалось, что он как-то очень быстро исследует. Нет, все нормально. Все нормально, будет развиваться. Здесь заготовлено, здесь заготовлено. Амалия у нас опять занимается общим счетом ничем. Амалия, амалия, аномалия ты наша. Куда же тебя в полезное русло направить, а? Чтоб ты не сидела возле костра. Кстати, мы можем костер же прапать еще, да? Сейчас огляну. Если я хотел здесь поставить два. По идее, да, мы можем здесь мебель поставить. Где у нас подобие стульев? Вот таким вот образом. Красоту сделать. Дерево пока есть, можем себе позволить. Аномалия уйдет. Что это делать? Она жопу греет. Что? Амалия, я, конечно, все понимаю. Замерзла, но имей совесть. Вот уйди. Имей все-таки совесть. Вон другие трудятся, а ты тут жопу возле костра греешь. Ну, это уже не нормально. Не нормально. Иди работай. Я тебя прошу. Так, тут-туц, тут-туц. Замечательно. Торговец прибыл. Давайте, кстати, с ним пообщаемся, наверное. У нас, в принципе, ничего нет. Но есть шанс. Что мы что-то полезное с него все-таки вытаргаем. Но это не точно. Так, бревна. 171. Это то, что у нас, да? Ага, ага. Бревны лечебные зелья. Лечебные зелья, кстати, очень дорогие. Но у нас их очень мало. Они у нас будут на критический момент. Так, гамбизон. Батвое снаряжение для воинов. Одежда, одежда, деревянная лейка, меч деревянный, лекарство от болезней, яблочный штудель, одежда начинающего врача. Ну, в принципе, мне ни хера тебе не надо. Единственное, что я могу тебе дерево втюхать, чтобы получить именно деньги. Немножечко могу тебе отдать дерево. Камень отдавать не буду, а вот дерево держи. Так, колония получит 40 монет с этой сделки. Обменяться. 40 монет есть? Есть. Так, у кого-то мечта с баблом была. Константин, ты хотел получить зарплату не менее. Угу. Где тебе ее выдавать? Зарплата в день. 5. В какой-то момент она будет ему выдана. В какой-то момент, и вот когда она ему выдастся, мы у него ее заберем. Я понимаю, что есть вероятность, что он расстроится, но ничего страшного. Так, плохой сон. В честь чего, Костя? Ты же нормально там лежал. Ну, че ты? Или ты опять из-за своей бессонницы несчастный? Не надо так, друг мой. Вон, все, мы сразу проснулся, пошел работать. Не выпендривается. А эти тут начинают. И то им плохо, и все им плохо. Тебя надо, кстати, перенаправить. Ты, наверное, с кристаллами тормозни, потому что мы столько исследований не успеем проводить. Хотя, пока успеваем. И вон сломала ногу. А, скажи мне, как? Еп. Еп. Да, полный еп. Скажи мне, как ты это умудрилась делать? Мне просто интересно. Не может передвигаться. Угу. Ну, конечно, у нас хромая, которая сломала себе ногу. Что может быть веселее? Предметы во владении. Стул и стол. Ладно. Такс, а где у нас, собственно, Семен? Что ты можешь сделать? Наложить шину на ногу, отнести на кровать. У нас есть шина. Или это у тебя из-за врачебного навыка? Она откуда-то появится. Так, давай, Сема. И вон она будет тебе благодарна. Шина для ноги успешно наложена. Такс. Она должна была сократить, наверное, да? Нога стабилизирована. Она скоро заживет. Мне кажется, она за три минуты не заживет. Просто шину нужно будет чаще накладывать. Окей, все, мы отнеси ее на кровать, чтобы она здесь на морозе не сидела. Сражаться. Да, на метель ей. Чтобы она не расслабляла. Хераси как потащил. Та-та-та. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Красавчик. Так, держась. Все, иди занимайся своими делами. Угу. Единственное, что меня смущает, она с голоду не умрет в случае. Или ее можно будет покормить. Ну, сейчас посмотрим, что будет, когда шина на ноги спадет. Сползет. Торговец уходит. Пока-пока. Как ты умудрился вообще сломать ног? Ой, весна, здравствуй. Как мне тебя не хватало. Боже, ты б только знала. Так, мои поздравления. Амелия, у тебя теперь тонна работы просто. Просто тонна работы. Так, корчишься. Сколько еще? Минута 30. Сейчас проверим. Где Сема? Сема жрет. Костя, как всегда, лупит деревья. Ничего не меняется. Так, сколько у нас помидорок? Так, раз, два, ряд, три, четыре, пять, шесть. Картохи у нас выходят раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, в принципе, почти равноценно. Но я на всяк пожарный добавлю, потому что у нас народу дофига. Жрать всем надо. Я, конечно, понимаю, что этот челик помидоры особо не любит, но меня это тоже как-то мало касается. Что у нас по разнообразию, кстати, еды? У нас картошка для него есть. Я надеюсь, что эти картоху жрать не будут. И будет все найс. Так, минута осталась. Сейчас прочекаем. Возможно, ей просто постоянно надо будет шину наваливать. Но это не есть, хорошо. О, к нам еще и сражаться бегут. Вооруженные, вооружите колонистов. Где, 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 откуда бегут? Отсюда, да, еще один идет. Его на бляхом не нужно было проверить, ладно. Вставайте вы втроем. Идите сюда. Быстро, 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 быстро. Тыц, 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 тыц. Вот тут где его товарищ и так лежит, гниет. Так, добрый день. Сражаться. Давайте кулаками его тоже месите, не стесняйтесь. Костя, я в тебя верю, давай, у тебя топор, мать его, баба, давай, давай. Красавцы. Мечта сбылась. Убить. Убить его толпой, месите его, ногами пинайте. Так ему и надо. Кстати, нельзя ускоряться во время боя. Вот в чем еще проблема. Красавцы. Все, можешь тебе заниматься своими делами. Так, дорогуша, у тебя... Где она делась? Угу. А, лол. Так реально, если шина пробудет все время, она просто вместо часа будет всего 3 или 4 минуты находиться в этом состоянии. Интересно. Ты что, хлопок решил собрать? У нас здесь еще хлопок оказывается. Хера себе. Собирай, конечно, собирай, нам еще одежду делать. Давай, тыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Тыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Замечательно. Слушайте, мы выровняли свое положение очень даже уверенно. Единственное, что, наверное, стоит все-таки сделать отдельную мастерскую, что-то мне подсказывает. Иначе мы сейчас захламим кухню и будет срака. Так, ты там застрял? Иди сюда. Вот здесь еще есть. Сколько у нас уже хлопка? 26 лет, надо еще больше. Надо 40 только на постройку этого станка. А там дальше еще веселее. Так, его наест. Семен, а ты что вдруг дуру дал? Ты все исследовал или что? Почему он вообще решил добывать кристаллы? Тебе их не хватает? Тебе их 33 штуки. Успокойся. Давай без... Ох, там еще хлопок спрятан. Неплохо. А здесь у нас лечебные растения. У нас вообще остались лечебные растения? Целебные растения у нас еще остались. Но ненадолго, вероятнее всего. Так, Сема еще не доволен что-то. Сема, 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 Сема. Семочка, Семочка, дорогой ты мой. Что такое? Стул ты хочешь? Вообще, по-хорошему, им нужно эту всю мебель как раз размещать по их требованиям. То есть, он что-то захотел, мы ему разместили. И все, и тогда будет найс. Как мне кажется. Так, давай вот здесь вот так поставим. Мои поздравления, твоя мечта сбылась. Еще один мегарант, скорее всего, скоро прибудет. Пока что, ребятки, я сделал с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.